Мало кто знает, что мы сейчас занимаемся активно онлайн. Энергетически сложные дни. Выгнала мою беременную жену Валю. Я считаю, что самая большая проблема это лень. Выходишь, убирайся до листочки. Прибирайся до листочки, я уже убирала листочки. Не от холода страшная, а от листочки. Круче, когда снег выпадает. Как Янукович, хоп-хоп-хоп. Янукович, хоп-хоп-хоп. Янукович, хоп-хоп-хоп. Для настроения, янукович, хоп-хоп. Янукович, хоп-хоп-хоп. Для настроения, янукович, хоп-хоп-хоп. Мы сейчас будем работать над структурой вебинаров. Мало кто знает, что мы сейчас занимаемся активно онлайном. Для пенсионеров даже не буду говорить, что это. Дедушки сразу можете закрыть или промотать вперед, а те, кто помоложе, те поймут. Так вот, мы сейчас работаем над созданием онлайн-продуктов. Нескольких. Один из них, который мы уже запустили, твой первый марафон. А второй, как вытянуть себя из полной жопы, если ты уперся в потолок. Соответственно, технология создания онлайн-продуктов тесно связана с бесплатными вебинарами. Еще хочу сказать, почему я это сделал. Я искренне убежден, что каждому человеку периодически, независимо ни от возраста, ни от компетенции, ни от каких-то других обстоятельств, надо чему-то учиться. В данном случае мне нужно подтянуть структурность речи, структурность ведения вебинара. Поэтому я нашел профессионального человека, которым является Евгений. Который сделает любезно для меня, подтянет для меня эту компетенцию. Ну, а результаты вы все ощутите на себе, буквально. То есть они хотят быстрых денег и вопрос, насколько ты можешь это сделать, насколько твой мозг позволяет воспользоваться... Уверенность, это кости, это уже жертва. Дорогие друзья, сейчас мы будем распаковывать новый айфон, даже не знаю, как он называется. Как он называется? X-X Max? X-X... X-X Max. X-X Max. X-X Max. Космолет. И цвет классный. Цвет жир. И на вот эту камеру, на вот эти камеры теперь будет сниматься новый, обновленный, в новом формате YouTube канал Бегущий Банкет. Две карты, как они пошли на это, скажите, пожалуйста Рынок китайский диктует Затрепет У вас это тоже сейчас для адреналина? Нет, мне тоже он нравится, конечно Это профессора в айфонах и в самсунгах Профессора, если вы не знаете их, вы просто много и теряете Я ехал через весь город на гироскутере для того, чтобы встретиться с этими ребятами Я буду, я буду, все, шерты тебе работал головой Пока все зеленые рисочки не будут Боже, что они творят, а? Черт Смотрите, друзья, сейчас у меня до вебинара остается буквально 43 минуты, если быть точным Вот я сейчас выйду и просто спокойно пробегу 20 минут по вечернему Киеву Для того, чтобы разгрузить свою голову От этого дурацкого суда, от этих всяких дурацких геморроев, обеззов и всяких прочих штук Я вам всячески рекомендую, если вам что-то предстоит очень ответственное Я вот взял кроссовки 20, 30, 40, 50 минут спокойного бега Вот с мыслями ни о чем Просто возьмите и пробегите Пробегите, подумайте о своем, сосредоточьтесь на своих мыслях, очиститесь от всего Энергетически сложный день И я, чтобы разгрузиться, решил выйти просто потоптать Скажу вам следующее Не воспринимайте вечерние тренировки, как что-то гипертяжёлое Воспринимайте это как то, что вам позволяет реабилитировать свою психику и свое сознание После сложного дня Будьте счастливы и не придумайте себе ничего А те, кто до сих пор, глядя на канал, не начал двигаться Подумайте о том, как много вы теряете Как много вы лишаете свой организм Не двигаясь, не включая его Хотя бы на пол мощности Киев красивый Видите Это всё Киев Многие вижу, бегают Уже по сути вторая половина осени Они всё Уже оделись как на зиму Вот такая погода Это три четверти Короткий рукав И то это и тепло Перед каждым выходом на тренировку смотрите на прогноз погоды И на то, что происходит на термомете Это архивлажно Не надо перегревать себя Не надо устраивать себе поилку Это и без того для вас Для многих из вас тяжелые испытания Я имею ввиду бег На пульсе На высоком Сердце у вас не тренированное Соответственно Скажем так Перерабатывает Перерабатывает А если вы его ещё перегреваете Соответственно получается Совсем не очень хорошая история Поэтому до новых встреч Я иду делать вебинар Жизнь на полной мощности Это продающий вебинар Мы продаём онлайн курс Который называется Драйв Анистрата 3.0 Подписывайтесь Заходите Регистрируйтесь Отправляйте заявки Мы что-то для вас придумаем Спасибо Друзья Вы знаете Что я начал немножко заниматься Онлайн бизнесом Да Я не онлайн бизнесмен Вот забудьте Забудьте эту формулку Я не онлайн бизнесмен Я Делюсь своим опытом Самый важный мой опыт Это самое большое количество факапов О которых я могу Публично признаваться Я могу говорить Как не делать И К чему я пришёл После того как я Что-то терял Терял достаточно много Я даже Передумал Сейчас бежал и передумал Я наверное не буду рассказывать о своих достижениях Я буду рассказывать о своих потерях Это будет круче Потому что если я это терял Значит я ещё больше находил Всё Ссылки в описании Ищите информацию о моих онлайн уроках Ну конечно для випов Есть Есть Личный коучинг Но это под силу только избранным Только избранным Только избранным Почерчил И Места ограничены На самом деле Мой день не ездиновый И у меня куча сейчас всяких 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 абизов У меня в ближайшее время Родится ещё один ребёнок У меня жена работает Мне надо будет ей помогать Соответственно Всё очень ограничено Всё поехали То я наверное поставлю себе результат Пробежать половинку марафона Наверное Ну за час двадцать пять Это реально Наверное к Новому году Да я Потерял по кругу Наверное миллионов пятнадцать долларов Я считаю Что Самая большая проблема Это лень Почему? Потому что я закрываю лося И переворачиваю эту страницу Я не хочу больше этим заниматься Привет Сегодня заседание В Печерском районном суде По продлению Обеспечительных мер До двадцатого февраля На прошлой неделе Я подписал два клопотания Сначала следователь Подал клопотания Прокурору А потом прокурор Подписал И теперь мы сегодня Рассматриваемся в суде Речь идёт о том Чтобы продлить Обеспечительные меры До двадцатого февраля То есть ещё четыре месяца Домашний Ночной домашний арест Соответственно Я не смогу ездить никуда Кроме как Киева и области Устно мне следователь Подтвердил Что в пределах Украины Я пишу ходатайство Они меня отпускают Но за пределы Украины Категорически нет Поэтому с контентом Мы будем что-то придумывать Что-то придумывать Чтобы отъезжать И чтобы заезжать У меня масса хороших идей Собственно Сейчас Судья будет рассматривать Дело о продлении Обеспечительных мер До двадцатого А именно домашнего ареста Мы будем просить Смягчение режима До Личных обязательств В общем-то и всё Буду держать в курсе Мне кажется Что они захотят Подтянуть меня Оставить меня в растяжке И И прервут Сличидии До лучших времён Ну посмотрим Я за то, чтобы пойти в суд И выиграть в суде По сути Поехали Вид повидаю на комнаты Солдат спит Служба идёт Это Ира Кузина Она меня сопровождает Как адвокат В этом деле А то Ольга Миролюбова Тоже мой адвокат Я только с женщинами работаю Валя мой щит и меч Секретное оружие Это наш прокурор Который вот сегодня При нас Обвиняет Ну короче Наезжает на нас Ну так легко 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 Прокуратура не читает Возражения На ходатайство защиты Не учитывает В своих постановлениях При продлении срока До судебного расследования Не учтены Возражения Стороны защиты Ходатайство готовится По технологии Контрол С Контрол В Самая распространённая Копипаст Да Эта техника Освоена Прокурорами Исследователями 20 лет назад И работает до сих пор Улыбка на лице прокурора Свидетельность Потому что я прав Служина Чекает в коридоре Это не закон Вышайте Я не разговариваю Я вышла из коридора Чтобы никому не заважать Я побачила вас Выключила телефон И пришла сюда Будь ласка Вы не можете быть присутни В судовом заседании Чего? То есть Такие вимоги закону Закон Украины Про судовую 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 Не Не можно Даже Судовую Судовую Я решила Что заседание закрытое Хотя по всем документам Оно открытое Выгнала Юру С камерой Выгнала Мою беременную жену Валю Которая ходила на все заседания До сих пор Что-то так резко Чуть ли не пошли отсюда Я тут все решаю Но мы заявили Про отвод судей Потому что считаем Что это признак Какого-то Неадекватного Отношения Украинские слова Упереденность Соответственно Мы заявили про отвод судей Соответственно Ждем нового распределения Нового судя Образила мою манюню Что случилось? Ну Трапилось Бачите как вона Мы заявили про отвод судей Потому что вона На представье ее упереденности Так заседание не отбалось? Воно отбалось Але мы заявили про отвод судей И нам призначат Зараз нового судя в соответствии с законом о судах и судоустройстве я использовал портативную видеокамеру мою любимую маленькую сонечку 3000 мальманюську судья естественно и не заметила что я использовал и мы это вставим обязательно видео она рассказывает про ту про то что мы тут что-то нарушили чуть ли не вы человека убили знаешь вы не убийца это не первое заседание я веду себя абсолютно адекватно и не ох и не ах и не впадает в образ вагитный и и и и все одно воно не зрозумели запомните ребята все что не убивают делать нас сильнее запомните запомните это ты поехала за манюшками тебе не треба привет всем меня зовут андрей анистрат бегущий банкир почему меня надо смотреть почему вы пришли на вебинар и меня надо смотреть я только что заканчивал тренировку и подумал о том что я не буду говорить о своих достижениях а я буду говорить о своих потерях слушать не тени не тени это сразу изменит твою жизнь полностью так вот я уверен что те из вас которые решатся и сделают или iron man или начав с марафона это полностью изменит вашу жизнь когда я падал когда я разбивался когда я чувствовал себя ну просто на дне ну нет даже не на дне ниже дна в каком-то подвале дна ниже ниже плинтуса я всегда это фраза она прорезала мое сознание и говорила андрей вставай все что не бывает делать нас сильнее в конце концов даже последний урок я я я считаю это это моя инвестиция в мой опыт да я потерял по кругу миллионов 15 долларов может даже больше но это это та сумма которая заплатил за свой опыт за свой свой розум украинскую свой ум даже на розум это здесь такая за свою мудрость я бы так сказал вот за свою мудрость так вот если вы научитесь бежать все время по нарастающей быстрее вы научитесь жить с удовольствием потому что жизнь свою надо разгонять нужно максимально педалировать всю ситуацию нужно менять окружение нужно заниматься своим информационным полем нужно искать новое направление и самое главное у вас все время должно быть все меньше и меньше времени вы должны все время думать как оптимизировать процесс для того чтобы у вас освободилось хотя бы какое-то окошечко для того чтобы ничего не делать и когда вы добьетесь такой ситуации у вас все начнет получаться я двенадцатом году переполненный романтизмом решил заняться решил открыть бизнес по дистрибьюции замечательных швейцарских велосипедов которые называются bmc я потратил на это какое-то количество сот тысяч долларов накупил склад открыл два магазина поехал прозанимался наладил отношения я думал что это будет хороший бизнес для моей старшей дочери который который на тот момент заканчивал университет в нем есть и внешняя торговля и ритейл и интернет и и бизнес процесс и администрирование все 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 есть но потом в конце концов наверно в шестнадцатом году мне старшая дочь сказал вы знаете ребята папа ты знаешь это не it is not my dream job это не моя как бы работа мечты я остался с этим бизнесом наедине в результате мне тяжелейшее решение было принято сначала закрыть один магазин а сейчас устроить практически в убыток себе полную распродавку сейчас велосипеды которые продаются на артемах я их сам продаю но я за последних семь дней продал 40 велосипедов мне осталось совсем чуть-чуть почему потому что я закрываю лося и переворачиваю эту страницу я не хочу больше этим заниматься мне когда приходит человек и начинает еще дальше торговаться у меня просто слезы ну вот на душе просто слезы потому что велосипед реально в два раза дешевле продается чем он покупался а я вообще-то выступаю за две тренировки в день первое это зарядка тебя эмоциональная на день а вторая это это такой реабилитационный процесс после того как ты энергетически днем истощился когда ты морально загрузился когда у тебя большие проблемы и ты в результате в результате приходишь к опустошению следующий вопрос Валерий Патюшин, Нина Антонова, Ирина Кравченко, Виктор Алдожев, Сергей Смиян. Ваши выплески, очи, группы и актовы в фильме. Ну и сейчас лауреат принимает за некрасивую дозуру программы особенного для фестиваля, автор, сценария и режиссер фильма Сергей Лозниця. Спасибо большое. Наконец-то премьера фильма в моем родном городе состоится. Я очень-очень рад этому обстоятельству. Спасибо вам большое за возможность провести это. Я хотел бы поблагодарить группу Шестатурича. Валюсенька, как ты гарно в мене все. Если тебе будет страшно, я тебя заховаю в обеими. Это важкий фильм. Хочу додавитись до конца. Но у нас режим. Нам треба ехать домой, потому что нас там чекают полицианты. А мы не можем додаватись в кино. Это обмежение права людей. Энергия – это тестостерон, друзья мои. Тестостерона, мужского полового гормона, выделяется в организме столько, сколько нужно. Что такое тестостерон? Это некая синусоида. Пик вы ощущаете, когда вы ощущаете суперерекцию. Луз вы ощущаете, когда происходит эякуляция. Когда происходит восстановление тестостерона. Что нужно для восстановления тестостерона? Максимальный уровень генерации тестостерона происходит в организме у человека, когда он засыпает. Почему мужчине после того, как он кончил, хочется заснуть? Потому что ему надо восстановить уровень тестостерона. Почему надо уснуть после тяжелой тренировки? Потому что вы устали, вы потратили тестостерон. И вам надо просто физически восстановить его уровень. Тестостерон участвует во всех клеточных процессах. Во всех обменных процессах. От тестостерона зависит все. Насколько вы хотите громко слушать музыку в машине. Насколько вы быстро хотите ездить. Вы хотите гоняться, не хотите гоняться. Вы хотите достигать успеха или не хотите достигать успеха. Вы меряетесь с кем-то прибором, не меряетесь. Это все тестостерон. Тестостерон радикально важный элемент вашей жизни. Если вы не будете заниматься спортом, вы не будете расходовать излишние углеводы. А излишние углеводы попадают в питание к жировой клетке. Постепенно у вас формируется жировая прослойка. Вы себе немножко разрешаете. Он растет. Ничего страшного. Потом займусь. Пойду в зал. Нифига. Организм привыкает к жиру. Потом надо выходить из себя. Выходить из опыта. Гонять себя в жесткую дисциплину и в лишении. Не надо этого делать. Делать это сегодня. Пришел к тому, что я, наверное, поставлю себе результат. Пробежать половинку марафона. Наверное, за час 25. Это реально. Наверное, к Новому году. Что меня еще не мотивирует? У меня долгое время была задача сделать Ironman. Попасть на чемпионат мира. Для этого надо было бы в одном из Ironman попасть в десятку. Если подвергнуть глубокому анализу того, кто попадает сегодня на чемпионат мира, то это либо бывшие профики, либо те люди, которые, будучи любителями, настолько серьезно погрузились, что забыли о здравом смысле и начали принимать гормональные примораты. Поэтому, если ты хочешь вывести свою жизнь на новый уровень, но будешь продолжать, забивать на прокачку нужных навыков. Нужных навыков я имею ввиду воли, дисциплины, энергии. У тебя будет полный пи***ц. Полный пи***ц. Это будет полный застой. У вас будет по жизни день сурка. Вы будете себя чувствовать вялым ху***цом. Я такое ввел в характеристику вялый ху***ц. Это бездарность, усиливающаяся ленью. И не дай бог завышенной саммацией. Что бросается в глаза из общей массы людей? Лень, отсутствие цели. Я считаю, что самая большая проблема – это лень. Лень – это самый главный бич. Бич 90%. С другой стороны, когда вы лень побеждаете, вы себя ставите над этой ситуацией. Вы сильнее, чем эти 90%. Вы сразу сужаете круг борьбы, в котором вы пытаетесь пробраться к своей заветной цели. Как относишься к «Трансформатору»? Ну, считаю, что он, мягко говоря, балабол. Ну, такой придуманный персонаж. Я никого не осуждаю. Я всех уважаю. Я уважаю, что он создал неплохой бизнес по рекламе. Но я никогда его не смотрел. И не мог себя найти силы смотреть. Потому что он очень много говорит неправды. И говорил это с самого начала. И когда я с ним познакомился после его приезда ко мне, я где-то, наверное, в течение двух-трех недель немножко разочаровался в этой ситуации. И, соответственно, просто перевернул страницу. Да и все. Что скажешь о его разоблачениях? Ну, если вы обратите внимание, то первый, кто его троллил, это был я. Поэтому скажу, что это должно было произойти рано или поздно. Потому что я бы себя не заставил ехать в Китай и проверять его несуществующую область. Но когда он пробалаболил Iron Man, а я, несмотря на то, что я на него не готовился, все-таки поехал, потому что я регистрировался, пообещал подписчикам и сказал, что я все равно поеду. Ну, собственно, я поехал его и сделал. По поводу тенденций, я считаю, что в ближайшее время оцифруется все, что можно оцифровать. И в любом случае это произойдет. Хотим мы этого или не хотим. Просто если говорить о трансформации, то тренд на изменение, на трансформацию себя, он будет определяющим в течение ближайших 15 лет. Вот до 2030 года это будет самый востребованный вопрос в мире, эта трансформация. Изменение себя, изменение компаний через изменение работников, изменение технологий, поиск нового рынка. Оцифровывание того, чем вы занимаетесь. Это все будем кружить вокруг этих тем. Мало того, роботизация приведет к тому, что высвободятся миллиарды людей. Миллиарды людей, которые раньше работали и что-то делали. Сейчас они высвободятся и они должны будут трансформироваться. Либо они останутся безработными. Поэтому, друзья мои, трансформация это то, что будет на канале у нас. У меня на канале Бегущий Банкир красной линии проходить. Я вам буду давать технологию трансформации. Друзья, мир настолько быстро меняется, что современный бизнес превращается в такую мега охоту в безграничном океане. С одной стороны, это безграничные возможности. С другой стороны, огромная конкуренция, ультраконкуренция, я бы сказал, и современные технологии ведения бизнеса. Чтобы понять инсайты, как развиваться в ближайших три года, как построить бизнес, я предлагаю вам посетить очень интересное мероприятие. Оно состоится 10-11 ноября, где будет представлено больше 10 спикеров и больше 1100 участников. Я буду рассказывать о том, как построить YouTube-канал, как его развивать и как его довести до 100 тысяч человек всего за один год. Я расскажу, что я конкретно делал, какие практические вещи я пробовал, что у меня получалось и что не получалось. Другие спикеры будут говорить на свои темы, но все это приведет к тому, что, возможно, ты получишь такие инсайты, которые тебе позволят удесятерить свой бизнес, удесятерить свои продажи, сделать 10x во всех направлениях. Приходи, регистрируйся по ссылке и получи настоящее удовольствие от правильного контента.